С-400 бы справились в Минобороны раскритиковали ЗРК Патриот 23 сентября 2019 года газета РУ С-400 бы справились в Минобороны раскритиковали ЗРК Патриот В Минобороны объяснили провал системы ПВО Саудовской Аравии В Минобороны РФ раскритиковали низкую эффективность американских ЗРК Патриот Которые не смогли отразить атаку на крупнейшие нефтяные объекты Саудовской Аравии Президент России Владимир Путин заявил, что РРИДу следует купить российский комплекс С-400 для защиты своих НПЗ Глава Госдепа Майк Помпе пояснил, что ЗРК Патриот Работают с переменным успехом Система противовоздушной обороны Саудовской Аравии состоит из 88 американских зенитных ракетных комплексов Патриот И трех эсминцев военно-морских сил США И они не смогли отразить удар 10 беспилотников йеменских хуситов по нефтяным объектам Что выглядит, по меньшей мере, странно, рассказали в Минобороны России Эсминцы ВМС США оснащены системой противоракетной обороны ИДИС И имеют на вооружении 100 ракет модификации СМ-2 В этой связи российские военные задаются вопросом Как йеменцам удалось атаковать один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Абкики Гигантское нефтяное месторождение Хураис Причина здесь может быть только одна Разрекламированные американцами ЗРК Патриот И ИДИС Не соответствуют заявляемым характеристикам У них низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями и крылатыми ракетами Они попросту не готовы к отражению массированного применения противникам средств воздушного нападения в реальной боевой обстановке Приводит РИА новости слова высокопоставленного сотрудниками Набороны РФ Утром в субботу, 14 сентября, сообщалось, что удары 10 дронов вызвали пожары на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов Абкейк который находится в 60 километрах к юго-западу от Дахрана в восточной части Саудовской Аравии Еще одна атака была осуществлена на второе повеличение нефтяное месторождение страны Хоу-Раис Хусид заявили, что проведенная атака стала ответом на деструктивные действия властей Саудовской Аравии Наши военно-воздушные силы провели массированную наступательную операцию 10-ю беспилотниками Операция называлась «Второй сдерживающий удар» Она была осуществлена в рамках нашего законного и естественного реагирования в ответ на преступления и продолжающуюся осаду нашей страны в течение пяти лет Указывалось в заявлении пресс-секретаря вооруженных сил Хусидов Яхьясера Он добавил, что эти атаки являются одной из крупнейших операций, проводимых силами Хусидов в глубине Саудовской Аравии, передает НСН Удар был нанесен после тщательной разведывательной операции из-за благовременного мониторинга, а также при сотрудничестве с благородными и свободными жителями в самой Саудовской Аравии, подытожил бригадный генерал Позднее Соединенные Штаты заявили, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии была проведена не только с помощью дронов, но и крылатых ракет И доказательства этому американская делегация предоставит международному сообществу на Генеральной Ассамблее ООН Причем, по версии Вашингтона, запуск ракет был осуществлен с территории Ирана По данным CNN, пуски проводились из южной части страны Гассекретарь США Майк Помпио заявил, что ЗРК «Патриот» не сумели отразить ракетную атаку по нефтяным объектам Королевства потому, что такие системы работают с переменным успехом При этом, по словам дипломата, это одни из лучших систем в мире Даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают цели, сказал глава Госдепартамента США Президент России Владимир Путин со своей стороны высказал мнение, что РРИДу следует купить российские зенитные ракетные комплексы С-300 или С-400 для защиты своих НПЗ Политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение Как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и сделал президент Турции Реджеп Таип Эрдоган Закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 Триумф, заявил российский лидер Председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков также подтвердил, что Российские средства ПВО лучше американских Помпео признал, комплексы Патриот действуют с переменным успехом То есть, полагаться на них нельзя Зачем же их тогда покупать? Вершина абсурда Вводить санкции за отказ приобретать системы, которые работают с переменным успехом После этой истории альтернативы нашим С-400 нет, указал сенатор Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич также считает Что Саудовская Аравия стоит подумать о покупке у России зенитно-ракетных средств С-300 или С-400 По его словам, если бы у Саудовской Аравии стояли российские установки противовоздушной обороны То нападения на нефтяные объекты королевства не произошли Парламентарий добавил, что С-400 или С-300 не позволили бы ни одному беспилотнику долететь до цели Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский обратил внимание Что саудовские ПВО даже не пытались обстрелять летящие на них ударные дроны и крылатые ракеты Что говорит о том, что цели, скорее всего, даже не были обнаружены Передает фан Там не единственный комплекс Там также стоят артиллерийские установки Усовершенствованная ЗРК И это все завязано в единую автоматизированную систему ПВО РЛС там 17 штук и своим радиолокационным полем Они должны перекрывать все направления, включая те, откуда наносился удар Добавил эксперт Рафаэль Фахруддинов Право на данный материал принадлежат газета Ры Материал размещен правообладателем в открытом доступе